финишная съемка я как бы показываю что тут так что не так все в принципе ровно где-то конечно небольшой целлюлит может и остался но просто там начинаешь когда пробивать она все падает вот и как бы после таких повреждений в идеал сделать трудно но стараться надо вот у меня тут небольшой тоже косичок оставил я не получается не хочет он и выглядит так немножко не красиво конечно дело в том что там как раз в том месте две мусорины так же как и вот на лаке вот она это мусорина уже там две мусорины в куче и в них вмятина сейчас начни их пробивать и можно так сказать лопнуть красочку не краску а лак лучше пусть так останется ее так сказать заметить найти не так уж легко а в общем и целом все ровно и аккуратно кое-где конечно есть там еще раз повторю не в идеал все но скажем так я старался вот сейчас еще кое-где посмотрю тут кое-что я наметил еще сейчас чуть-чуть под пробью а в принципе все уже финиш по крыше будем полировать и еще внутри надо наклеить обесшумочку вот эту красоту с потолка все придется обдирать вот а салон потом блин чистить потому что это фигня падает не пачка это что делать придется попылесосить вот все вот это придется ободрать иначе не вариант наклеить и плюс еще вот сюда вот кое-где поправить надо будет этот самый усилочек и закапать его шовной мастичкой чтобы он держался не дребезжался тут это вот от удара и от того как прыгнула крыша от этого огромного снега который с большой высоты упал от ее так и промела надо будет чуть подправить и поставить все на место ну вот так как ясно из моих предыдущих видео естественно вот вот она это мусорина и наглядно вот она вторая это мусорина естественно я не стерпел и эту смятинку вот она замятину доделал клеем вот но такие вещи ну не могу я оставлять вот что осталось при хорошем увеличении так досмотришь как бы хорошо сливается сейчас еще чуть поправлю не могу я отдавать таком виде людям машины там еще на крыше тоже есть конечно вот такие вот и мусоринки еще как бы вот серединке у нас резкость не хочет наводить и все хоть и и чуя делай это все обратным молоточком и вот таким вот маленьким вроде вроде не узким грибочком у которого само основание за которое дергают по диаметру больше вот такая вот штука ну и конечно пробойничек наверное хватит пора полироваться как говорится лучшие враг хорошего сколько тут не занимайся все равно будешь находить косяки как и в принципе можно их находить и на новых машинах которые не биты и не крашены все они слегка пожеванные вот так что всем удачи пока пока на этом наверно хорош я имею ввиду заниматься находить недостатки сейчас буду полировать крышу вернее сначала на надо обешумку наклеить собрать а потом полирать так один момент надо включить вспышку это так ничего не будет видно приедена крыша в порядок наклеена обешумка практически полностью на всю почему потому что то что стояла здесь завода она занимала не все вот это уже другой разговор понятно она еще будет как бубен ну уже разница есть и вот сюда еще надо мастичку положить там где она была вот они места где она лежала они видны и в те же самые места надо положить мастичку чтобы до жесткость она немножко и крышу жесточила ну и опять же я сделал полностью на всю крышу они вот эти куски которые там были что это гораздо лучше вот пустой пустая крыша как звучит ну по-любому не так как было до этого раньше это такой мягкий материал тоже на обешумку применяется ну вот сейчас делаем мастичку шумную и и и можно в принципе машинку собирать я имею ввиду собирать салончик вот шумная мастичка у нас вот и здесь тоже сейчас она чуть подсохнет и можно ставлю вот прикинутый потолок наполовину потихонечку все собирается ну я разборку снятия потолка заснял сборку я думаю смысла никакого нет снимать она в обратном порядке действует самое главное не торопиться все везде попадала на свои места все собрано салон собран осталось пару мелочей отломал я вот такой кусочек пластика когда разбирал клипсы надо будет купить космофен я думал что он у меня есть и приклеить кусочек все собрано вот вот этот вот косичок к сожалению придется доклеить вот остальное все собралось все стало на свои места все работает все светится все моргает осталось и полирнуть осталось крышу вот все собрано лишних деталей нету продолжается ремонт все собрано как я уже говорил все вот сейчас крышу я помыл протер чтоб не песчинок нигде ничего не было дальше крыша смачивается слегка вот руб из машинка на небольших оборотах где-то на средних вот есть трезак так называемый 3000 проходим всю крышу мату им как бы слегка 3000 вот этой шкуркой вот этим абразивом и потом полируем я люблю мензерной пользоваться вот первый номер вот он 2 вот она абразивность третий номер ну и защита глянца и потом волшебными тряпками вот такими микрофиброй все это протирается и в принципе все будет очень даже хорошо начинаем говорил мату им всю поверхность крыши естественно слегка предварительно смочил из брызгалки и потихонечку шурую вот таким мотором это все делается там где забивали пробивали теперь надо вот так такие как наклёпы образовались вот тут надо поубирать не на большой скорости не торопясь потихонечку 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 проходим а потом будем полировать чтобы крыша была не только ровная но и чистая от вот этих наклёпчиков от грязи от всего я не правильно делаю то что надо было защиту от воды поставить между шкуркой и машинкой но я ее почему-то не нашел и в принципе воды я тут много не наливаю но это как бы надо всегда делать тут водички самый минимум поэтому все нормально ну вот теперь все это надо замыть вытереть насухо и теперь можно приступать к процессу самой показать снять что тут как бы глянец немножко не такой у меня возможности не предоставляется ну как бы поверьте что там около сотки где-то это все этот абразивчик снял сейчас будем полировать начнем с первого номера наносим полироль на аппликатор вот и стараемся как можно равномерным слоем наносим на ту часть крыши куда мы достаем и будем полировать и начинаем работу вот обороты где-то на троечку тоже на полировальнике оставлю для начала потом четверку и пяти первым номером прошел половинку крыши вот теперь будем вторым проходить потом ну теперь вторую половину крыши вернее надо пойти тоже первым номером чистим значит губку вот опять же крыша вот эти все разводы все то что осталось от полировки предыдущей пасты надо убирать то есть замыть протирать чтоб все было чисто чтобы отработанный материал не смешивался с чистым полированием вот он уже первый номер у нас отставлен вот он второй номер у нас продолжаем работа второй номер пройденный как говорится теперь опять чистим все все то же самое и потом овешен это защита от галаграма как бы финишным полирорт становится вот шкала абразивности менее абразивной тут самый супер минимум а это овешен это защита от галаграма то есть это защита вот супер вакс полис протектор к вашему вниманию представляю финишный этап это полиролька вот овешен она такая розовенькая слегка убирает галаграммы и все ну ей надо дать немножко подсохнуть и потом опять же волшебными тряпками вот их уже 4 штуки тут у меня волшебными тряпками растереть располировать чтоб все чистенько было ждем нанесли ждем теперь когда она заматовеет вот и все в принципе уже все это